Сеул Корейцы употребляют в пищу больше красного перца, чем любой другой народ. И Сеул это сплошная реклама возбуждающего перца. Город забит ресторанами и магазинами, поэтому все недорого. Но сеульцы равнодушно проходят мимо рынков, которые интересуют в основном иностранных туристов. Потому что продавцы здесь говорят на любых языках в надежде продать груды одежды. Одним из первых корреспондентов, попавших в Сеул, был знаменитый писатель Джек Лондон. И он безумно тосковал в Корее, писал, что его охватывают два желания. Или поубивать всех окружающих, или самому покончить жизнь самоубийством. Если бы Джек Лондон попал бы в сегодняшний Сеул, скучно ему бы не было. Корейцы выглядят очень крепкими, здоровыми, и при этом непрерывно курят, и не отказываются пропустить стаканчик другой. Мужчины, если добрались до бутылки, выпивают не меньше семи стаканчиков содзюм. Женщины, если верить статистике, удовлетворяются пятью стаканчиками. Настали новые времена. Трое из десяти корейцев страдают от переедания. Они много едят и мало двигаются. Страдают от высокого давления и диабета. Хвастаться нечем, но это свидетельство тучных времен. В Корее такого никогда не было. В Южной Корее все спешат, но никто не приезжает вовремя. Корейцы снимают обувь, прежде чем войти в дом. Рабочие водители такси носят чистейшие белые перчатки. Чихать и сморкаться на публике считается неприличным. Иностранцу либо все бросятся помогать, либо высокомерно его проигнорируют, как существо низшего сорта. Корейские обычаи есть собак вызывают в лучшем случае недоумение. Но ведь это вопрос традиций, и ни у кого нет права смотреть на других свысока. Если не считать случаев каннибализма, то нелепо рассуждать о том, хорошо или плохо, меню той или иной страны. За малым исключением человек может есть всех представителей флоры и фауны. Употребление в пищу некоторых животных, которые стали домашними, считается жестоким и негуманным поведением. Это относится к кошкам, собакам, лошадям и некоторым видам птиц. На все зависит от истории, окружающей среды и многих иных исторически обусловленных особенностей жизни того или иного района. Есть народы, которые едят канину, а другим это кажется невозможным. В Индии не едят коров, другие народы высоко ценят говядину. Мусульмане не едят свинину, что не мешает другим народам наслаждаться отбивными. Для европейцев суси и сосими экзотика, с которой они совсем недавно познакомились. А японцы всегда питались сырой рыбой. Китайцы и некоторые обитатели Юго-Восточной Азии тоже едят собак. Это ничем не хуже, чем есть кенгуру. Так что корейцам нечего стыдиться. Собачье мясо считается многими вкусным и питательным. Правда, нелепо считать его столь же полезным и имеющим таинственную силу, как мясо змеи или корень женьшени. Здесь не только встречают по одежке, но и провожают. Одежда, манера, стиль поведения соответствуют общественному статусу. Лидер, начальник, хозяин должен быть одет очень строго. Иначе к нему будут относиться с неуважением. Хочешь добиться успеха, выглядя соответственно. Основы корейской цивилизации, как и в Китае, заложены конфуцианством. Это больше, чем религия. Это морально-этические нормы и правила, которые в значительной степени определяют жизнь целого общества. Это золотые правила. Это рациональный подход ко всему. Забота о государственной пользе. Умеренность. Отказ от личного в пользу общественного. Слово, это мечта любой власти. Иностранцам непросто ориентироваться в мире, в котором властвуют буддизм и конфуцианство. Западные люди тяготеют к логике и анализу. Корейцы больше полагаются на интуицию, и они более эмоциональны. Западные люди думают о правах. Корейцы об обязательствах. Западные люди верят в закон и контракты. Корейцы к традиции и личные отношения. На Западе решения принимают голосованием, на Востоке консенсусом. Чувство долга, уважение к старшим, неукосительное следование правилам и законам, этому в Корее учат с детства. Поэтому Корея, возможно, самое конфуцианское общество во всей Азии. Сходное влияние оказал и буддизм, который попал сюда в китайском варианте. Буддизм тоже учат социальной этике. Он говорит, что истина рядом. Только ее нужно увидеть и понять. Но прежде всего, нужно понять самого себя. Европейцы и американцы не готовы воспринять правильно азиатский ренессанс. Не просто понять глубину происходящих здесь перемен. Корейцы, как и их соседи в Азии, молоды, образованы и здоровы. Еще важнее психологическая революция. Мозги корейцев нынешнего поколения не были завернуты в целлофан колониализма. Корейцы очень дисциплинированы. Они внутренне готовы идти на жертвы ради семьи и ради будущего. Они способны быть аскетами и даже осуждают излишнее потребление. Это помогает накапливать средства и вкладывать их в производство. Корейцы хотят работать, они хотят зарабатывать, и при этом рассчитывают только на самих себя. На улицах Сеула полно гадалок, которые предсказывают будущее. Появилось новое поколение предсказателей, которые уверяют, что пользуются строго научными методами, но большинство работает по старинке. Для корейцев имена означают нечто большее, чем для большинства других народов. Корейцы исходят из того, что одни имена приносят их обладателям счастье, а другие несчастье. Поэтому если в жизни что-то не ладится, ими можно поменять. Корейцы хотят знать судьбу не потому, что фаталисты, а потому, что намерены ее изменить. Вот совершенно обыденное дело, когда мать меняет имя сыну школьнику, объясняет, он решил стать ученым, и надо дать ему такое имя, которое поможет ему успешно сдать экзамен и поступить в университет. Корейские имена традиционно составляются из трех иероглифов. Первый фамилия, второй имя, третий обычно обозначает имя, уважаемое в семье. Например, великого вождя Северной Кореи зовут Ким Чен Ир. Ким – фамилия, Чен – его собственное имя, а Ир – имя семейное, дань уважения отцу. Но это не отчество в нашем понимании. Семейное имя могут дать и внукам. Есть определенные правила по отбору имен. Если ребенок родился летом, то в его имени должен присутствовать иероглиф, обозначающий знак воды. А если зимой, то, напротив, нужно подобрать иероглиф со знаком огня. Родители сразу после рождения своего чада пытаются понять его судьбу. Есть пять элементов, образующие живую природу. Огонь, металл, вода, дерево и воздух. Все зависит от их сочетания. Например, если выяснится, что в судьбе ребенка не достает элемента дерева, то в его имя нужно включить иероглиф, означающий дерево. Разумно принять в расчет и судьбу родителей. Если мать и сын родились в год тигра, то в имени желательно предусмотреть элемент, восстанавливающий между ними гармонию. Корейцы не верят, что судьба человека предопределена до рождения. Напротив, они полагают, что на нее можно повлиять. И правильно подобранное имя изменит судьбу к лучшему. Надо еще сказать, что если полвека назад в корейской семье в среднем было шестеро детей, то теперь в лучшем случае двое. Это результат политики контроля над рождаемостью, принятой еще в 1961 году. Закон запретил врачам проводить ультразвуковые исследования пола будущего ребенка и сообщать об этом родителям. Дело в том, что корейцы по традиции хотят иметь только сыновей, и это может привести общество к кризису. Уже сейчас в школьных классах не удается посадить за одну парту мальчика и девочку, потому что большинство учеников – мальчики. Беременные женщины все равно, несмотря на все запреты, умудряются проводить ультразвуковое исследование, и по статистике половина делает обод, узнав, что ждет девочку. Если настроение в обществе не изменится, молодым людям будет трудновато найти себе жену. Правительство перестаралось. Южной Корее уже не хватает рабочих рук. Страна, в которой была самая дешевая рабочая сила, теперь завозит иностранных рабочих из Монголии и Юго-Восточной Азии. Сами корейцы больше не хотят заниматься тяжелой, грязной и неинтересной работой. Корея сталкивается и с другой неожиданной проблемой. На рынке труда слишком много выпускников высших учебных заведений. Корейцу положил отпуск 20 рабочих дней. Летом можно взять недельку, зимой дни 5-6. Полностью отгулять невозможно. Начальству это не понравится. Здесь, в Сеуле, рабочий день начинается в 9 часов. Но чиновники президентского аппарата приходят к 7. И всему чиновному люду тоже приходится подтягиваться пораньше. И если твой начальник вечером задерживается, уходить неразумно. Это может плохо закончиться. Привычка экономить, откладывать деньги помогла собрать средства для первоначальных инвестиций. Корейскими рабочими двигало чувство долга, готовность соблюдать дисциплину, привычка к тяжелому труду. Эта привычка в значительной степени воспитана крестьянской жизнью. Основная культура – рис. Заливное рисоводство – один из самых тяжких видов сельского труда. В Корее часто можно увидеть скрюченных пожилых женщин. Это значит, что всю жизнь они провели на рисовом поле, согнувшись в три погибели, по колено в воде, зарабатывая себе все мыслимые и немыслимые болезни. Готовность работать сверхурочно всегда считалась основой корейского экономического успеха. Но теперь молодые служащие уходят домой раньше, чем их подчиненные, что прежде было невозможно. Рабочие отказываются быть рабами компании и хотят больше времени уделять себе и своим семьям. Молодежь понимает, что старшему поколению пришлось дорого заплатить за экономический успех. Но повторять подвиг отцов молодежь не собирается. Сегодняшние молодые корейцы любят и умеют отдыхать. И решительно говорят нет, когда на работе от них требуют слишком многого. И старшее поколение упрекает их за то, что они больше думают о собственном благополучии, чем о деле. А предприниматели совсем недовольны и говорят, что нынешнее поколение корейцев уже не так предано своей компании, как их отцы и деды. Молодые люди хотят быть учеными, врачами, инженерами или иметь свое дело. Что их объединяет, это стремление получить образование. Хотя бы два года проучиться в колледже. Но количество мест в институтах ограничено. Чтобы продолжить образование, нужно серьезно трудиться. В стране культ образования. Учитель в Корее всегда был очень уважаемым человеком. Ученикам было запрещено наступать на тень учителя. Это казалось выражением неуважения. Во всем мире школьники сдают экзамены. Но только в Корее. День сдачи единого государственного экзамена в ноябре называют адом. Этот день решает судьбу молодого человека. Ежегодный экзамен сдаёт больше полумиллиона юношей и девушек. Многие родители провожают детей до школы и потом еще стоят под окнами, молясь об успехе. Церкви и храмы по всей стране в этот день полны заботливыми матерями, которые просят Бога о помощи. По существу экзамен решает судьбу человека, которому едва исполнилось 17 лет. Корейская образовательная система ориентирована на сдачу единого экзамена. Значения имеют только полученные на экзамене оценки. Все остальное не важно. Ярко выраженные способности ничто рядом с результатами экзамена, который либо станет входным билетом в университет, либо захлопнет перед тобой двери, и высшее образование станет невозможным. Корейские школьники отличаются от других. Они не шляются по магазинам и залам игровых автоматов, они занимаются. Они аккуратно одеты, потому что хотят произвести хорошее впечатление на учителя. Они хотят преуспеть в жизни. Они не хотят быть крестьянами или водителями автобуса. Корейцы чаще всего сравнивают себя с японцами. У нас с японцами много общего, считают корейцы. Но мы более открытые. Японцы держат все в себе, не показывают своих эмоций. Корейцы импульсивнее, непосредственнее. Японский пример был для корейцев критически важен. Они увидели, что не только белые европейцы способны добиваться успехов. Корейцы ездили в Японию и думали, о чем мы хуже. Видя, как они стремительно развиваются, корейцы поверили и в себя. Раз японцы смогли добиться успеха, значит и мы сможем. Исторически Корея подавлялась с соседними великими державами. Китаем, Японией. Когда корейцы наконец обрели свободу, правда пока только на юге, то рады были работать на себя. Мы хотим создать такую экономику, говорят корейцы, которая не позволит больше великим державам властвовать над Кореей. 20-е столетие начиналось для корейцев трагически. После Японо-Китайской войны Корея стала в 1910 году японской колонией. Первый японский генерал-губернатор Кореи Тераути сказал на церемонии вступления в должность. Корейцы должны либо подчиниться японским законам, либо умереть. Японцы вывозили корейцев к себе для работы в шафтах и на лесозаготовках. За 35 лет, что Корея была в японской колонии, на японские острова было привезено 2,5 миллиона корейцев. Относились к ним плохо. После чудовищного землетрясения в Токио в 1923 году японская толпа убила 6 тысяч корейцев, которых обвинили в мародерстве и в отравлении колодцев. Война между Севером и Юг, в которую втянулись великие державы, и которая едва не привела к обмену ядерными ударами, разрушительным смерчем пронеслась по всему Корейскому полуострову. Останки корейцев, которые пали, защищая родину, покоятся на огромном национальном кладбище в Сеуле. Здесь захоронены тела тех, кого не удалось опознать. Могила неизвестного солдата. Здесь поименно названы все, кто погиб, но чьи тела не удалось найти и похоронить. Отдельно могилы солдат, студентов, добровольцев, гражданских служащих и полицейских, которые погибли в войну. Отдельно похоронены офицер, который погиб, спасая своих солдат от взрыва гранаты, и 10 человек, которые под командованием своего командира погибли в самоубийственной атаке, надеясь вернуть захваченную северянами высоту. Они взорвали себя вместе с врагом. А вот, пожалуй, корейцы-то имеют право сказать, никто не забыт и ничто не забыто. Война Корея бедствовала, и командующий американскими войсками обратился с воззванием корейцев с просьбой не воровать военное имущество, а то он не сможет защитить страну. Вокруг американских военных баз воздвигалась колючая проволока, по которой пускали электричество, чтобы отпугивать воров. Так рядом возникали целые поселки, жители которых подключались к этой проволоке и воровали электричество. В те времена решительно никто не мог предположить, что эту страну ждет такой грандиозный экономический успех. Война разрушила все, и мы начинали с нуля, говорят корейцы. Но люди хотели работать и зарабатывать. Мы не плакали, мы работали. После войны юг был совершенно разрушен. Люди голодали. Американцы предоставили нам гуманитарную помощь. Мы не стали ее так раздавать, а сказали, хочешь есть, работай. И выдавали эту помощь тем, кто строил дороги и сажал деревья. Корея страна, у которой нет никаких ресурсов. Этот недостаток мы превратили в преимущество. Ресурсы не нужны для развития современной электроники. Мы развиваем те отрасли, где нужна квалификация. Главное – люди. Маленькая Южная Корея 40-миллионным населением создала судостроительную промышленность вторую по мощности после японской. В 60-е годы Всемирный банк отказал Корею взайме на строительство металлургического завода. Тогда Корея создала одну из самых эффективных металлургических отраслей в мире при полном отсутствии природных ресурсов. Корея заложила первый автомобильный завод в 1967 году. Сегодня она занимает пятое место в мире производителей автомобилей. В нашей стране автомобилестроение началось много раньше. Но не корейцы ездят на наших машинах, а мы – на корейских. Сейчас трудно представить себе, что полвека назад Южная Корея находилась на уровне африканской страны Камерун. За эти годы благосостояние камерунцев по статистике увеличилось в три раза. Благосостояние южных корейцев – в 40 раз. Корейцы увидели – труд вознаграждается. Этот поразительный успех был достигнут при жизни всего лишь одного поколения. Корейцы, которым за 60 начинали свою жизнь в бедной стране. На пенсию они выходят в государстве, которое фантастически разбогатело. Южная Корея провела индустриализацию, а затем перешла в экспортное наступление. Частному сектору помогло правительство. Это удачный пример государственно регулируемой рыночной экономики. История Южной Кореи – это была, собственно говоря, история бесконечных военных переворотов. 30 лет страной управляли военные, начиная с генерала Пак Джон Хи. Мы находимся на его могиле в Сеуле. При жизни Пака называли военным диктатором. Сейчас к нему относятся иначе, значительно лучше. Пак Джон Хи полагал, что выживание страны зависит от сильной экономики. Чтобы получить от японцев компенсацию за колониальные страдания, восстановил отношения с Японией в 1965 году. При Паке начался рост корейской экономики. Корея стала заваливать мир дешевыми туфлями, текстилем и другими потребительскими товарами. В 70-е годы он зажал страну в кулак и стал развивать тяжелую промышленность, металлургию и судостроение. Многие готовы все простить Пак Джон Хи за его экономические успехи. Пак во время Второй мировой войны служил в японской армии и просто повторил японскую модель. Высокий уровень сбережений, ограничение и контроль над рынком, дисциплина. Мало кто, правда, вспоминает, что умер он не своей смерти. В 79-м году после студенческого восстания он вызвал себе начальника южнокорейского ЦРУ и стал его распекать, обещал уволить. И тогда он взял и застрелил своего президента. А рядом похоронена жена Пак Джон Хи. Она тоже умерла при трагических обстоятельствах. Ее убили северокорейские боевики в 74-м. Охотились они, конечно, за главой государства, но убили первую леди. Даже при генералах правительство вмешивалось в экономику очень осторожно и в строго ограниченных рамках. Кредит под низкий процент давали тем предприятиям, которые больше других работали на экспорт. Удачливым экспортерам снижали и налоги. Иногда на треть. Правительство помогало и сельскому хозяйству. Деньги из казны получала та деревня, которая побеждала в соревновании на лучший деловой проект. А вовсе не все подряд. Тем, кто ничего не умел и не хотел делать, ничего и не давали. Экономический прогресс был в значительной степени достигнут при военных диктаторах. Потому что диктаторы, они были только в политике. Понимали, что в экономической жизни нужно дать свободу бизнесменам. Потому что хорошо работает только свободная экономика. А в успехе корейской экономики нет ничего мистического. Основа этого успеха тяжелый труд рабочих, бизнесменов, чиновников. Никакой идеологии. Голый расчет. Чистый прагматизм. В 70-е годы президент Пак Джон Хи бывший генерал требовал, чтобы ему еженедельно давали сводку выпуска кирпича. Не для того, чтобы устроить раз в год и снять директора завода. Он просто хотел знать, сколько будет строиться домов. В 80-е годы стало ясно, что твердая рука генеральское правление только мешают развитию страны, которая претендует на многое. Южнокорейские военные всегда отстаивали свою особую роль в стране, ссылаясь на угрозу, которая исходит с севера. Фактически все ключевые должности в государстве занимали либо действующие генералы, либо отставные. Они командовали не только армией, но и экономикой страны. В Корее клановые, корпоративные отношения и связи все еще играют огромную роль. Клановая система действовала и в вооруженных силах страны. Везде однако, помогают друг другу. В Южной Корее те, кто учился вместе и по карьерной лестнице тоже продвигаются вместе. В стране существовало 40 с лишним тайных офицерских клубов. Они объединяли либо земляков, либо однокашников, выпускников военной академии. Именно эти офицеры в конце 79-го совершили государственный переворот и сделали президентом генерала Чон Духвана, который командовал войсками безопасности. Когда Чон ушел, то президентский пост достался его другу и однокашнику генералу Ро Деу. Вот так в те времена делалась политика в Южной Корее. После трех десятилетий индустриализации Южная Корея стала превращаться в современное общество, которое требует перемен. Оно потребовало права голоса, демократии, более разумного подхода к организации жизни. Началась борьба с коррупцией. Основой коррупции была сложная система бюрократического регулирования жизни. В Южной Корее люди объединялись вокруг влиятельных кланов, распоряжавшихся большими деньгами. Высшие офицеры входили в клуб под названием единомышленники. Примерно 200 человек. Все земляки, все окончили одно и то же военное училище. Так вот, из этого клуба вышли два президента страны, 123 генерала, десятки министров и депутатов парламента. Страна с трудом избавляется от этого наследства, но внешне меняется очень быстро. Столицы не узнали. Десять с лишним лет назад туристы жаловали, что в Сеуле грязные пробки. Теперь, сохраняя очарование исторического центра, город стараются сделать одновременно и более конкурентно способным, и более приятным для жизни. Столичные руководители очень успешные люди. Сначала президентами становились отставные генералы, потом бывшие руководители оппозиции, а теперь самые обычные политики. Вот прежний мэр только что стал президентом страны. Говорят, что и у нынешнего городского головы очень неплохие перспективы. В 60-е годы в районе Чонгичон, протекающие по Сеулу реку, как у нас Неглингу, упретили под землю. И построили хайвей, чтобы справиться с пробками. Теперь дорогу убрали, и реку вернули городу и горожанам. Соображение экологии, возвращение исторического облика города и создание комфортной среды обитания важнее. Город отказывается от серого бетона и асфальта. Власти хотят сделать Сеул многоцветным. Прежде чем перестроить район, городская власть провела 4000 совещаний с торговцами, которых эта перестройка забила. Искали выход, чтобы не помешать торговле, никому не вредить и ничьи интересы не ущемлить. Те, кому пришлось перебраться на новое место, получили от города помощь. Прежний мэр Сеула Ли Мюнбак, который преобразил центр города, стал президентом. Вот сюда, в Сеульскую мэрию, может войти любой горожанин и попить здесь чай или кофе. Это совершенно не возбраняется. Потом, если у него есть какие-то вопросы, он может по внутреннему телефону 120 соединиться с нужным чиновником и либо получить консультацию по телефону, либо сговориться, записаться вот здесь. Вот стоят люди, которые идут в мэрию. Подняться здесь наверх, в нужный кабинет. Столичный мэр О Се Хун, доктор юриспруденца, он преподавал и занимался экологией. С 2000 года депутат парламента, возглавлял комитет по делам молодежи в правящей партии. Два бывших мэра Сеула стали президентами Кореи. Меня тоже спрашивают, не выставлю ли я свою кандидатуру на следующих выборах. Самое важное для меня, это те проекты, которые сейчас успешно реализуются в Сеуле. Я думаю, что сейчас город нуждается в моем руководстве. Мэр Сеула молод, симпатичен, хорошо улыбается, а женщины вовсе находят его красивым. Он перспективный политик, явно с неплохим будущим, но вокруг него столько челяди. И иностранных корреспондентов просят задавать только подготовленный вопрос. Мне кажется, мэр страшно скучает, когда отвечает на одни и те же вопросы. Заместитель мэра Сеула Ким Сангбом, экономист по профессии, ведает транспортом. По количеству машин Сеул сравним с Москвой. Но транспортные артерии не закупорены. Количество пробок снижается, по городу можно свободно ездить в любое время. В Сеуле развита система автобусов, для которых выделена особая полоса, другие машины не смеют ее занимать. На остановках установлены электронные табло, которые показывают, через сколько минут появится нужный автобус. Есть смысл отказаться от машины в пользу комфортабельного автобуса. Городские власти успешно сражаются с попытками водителя парковаться там, где это запрещено. За этим следит Центр управления городским транспортом в Сеуле. Милые девушки с помощью установленных на магистралях камер фиксируют номера неправильно припаркованных машин и по электронной почте передают в полицию. Штрафы жестокие. В определенном смысле стимулом экономического развития Южной Кореи оказалось и разделение страны. Юг хотел показать Северу, что его образ жизни лучше. Это ежанам удалось. Северная Корея голодает все годы своего существования. Ее экономика, несмотря на помощь извне, не обеспечивает нужд страны. Национальный характер и традиции одинаковы на юге и на севере. Юг преуспел потому, что здесь с самого начала были заложены основы рыночного хозяйства. И страна, хоть и медленно, но двигалась демократией. Сейчас между севером и югом Кореи кажется, не осталось ничего общего. В Северной Корее для учеников средней школы разработан специальный комплекс физических упражнений для того, чтобы дети росли быстрее. Установлены нормативы 2-3 сантиметра в год. Классы и школы должны соревноваться между собой, добиваясь того, чтобы быстрее росли все ученики. Великий вождь Ким Чен Ир решил, что корейцы обязаны ликвидировать такой недостаток, как низкий рост. Его подданные должны быть самыми высокими, самыми сильными, самыми умными. Это национальное военное кладбище в Сеуле. Здесь хранили тех, кто погиб во время Корейской войны. Бывые действия закончились летом 1953-го, но тогда подписали только перемирие. Настоящего мира между севером и югом до сих пор нет. И Южной Кореи. Еще живо то поколение, которое пережило нападение с севера, и эти люди не могут забыть войну. Это страшная картина, которая становится сюжетом для художественных фильмов, не дает покоя южнокорейской разведке. Диверсионный отряд севера проникает на юг, чтобы убить президента страны. Такие попытки предпринимались в реальности. 21 января 1968 года отряд северокорейских спецназовцев предпринял самоубийственную атаку на Голубой дом, резиденцию южнокорейского президента в Сеуле. Они успели застрелить 34 человека и сами погибли. Кроме одного, который был взят в плен, покаялся, все рассказал, заслужил прощение и стал процветающим бизнесменом и набожным христианином. В 1974 году северокорейским агентам удалось убить, если не самого президента Южной Кореи, тогда им был Пак Джон Хи, то хотя бы его жену. В июне 1998 года у берегов Южной Кореи обнаружили затонувшую северокорейскую подводную лодку. Когда ее вскрыли, все девять моряков были мертвы. У каждого пулевое ранение в голову. Или они покончили с собой, или их застрелил командир, чтобы они не сдались врагу. Возможно, подлодка готовилась высадить разведчиков. Возможно, она просто совершала поход, сбилась с курса и погибла. Корейский полуостров остается последним на земле фронтом холодной войны. Северная и Южная Корея подозревают друг друга во всех смертных грехах. В Северной Корее царит атмосфера военного психоза. Но и в Южной Корее подозревают, что вокруг одни северокорейские шпионы. Более тысячи сотрудников южнокорейской разведки и управления национального объединения изучают всякий сигнал, доносящийся из Пхеньяна. Они анализируют речи, которые произносятся в Северной Корее, и газетные статьи, которые так же пусты, как и старая советская правда. Они записывают радиопередачи, подслушивают телефонные разговоры и изучают снимки, сделанные американскими спутниками-шпионами. За последние годы им удалось допросить многие сотни беженцев из КНДР. На севере южная половина республики считается незаконно оккупированной частью КНДР. Северным корейцам продолжают внушать, что юг захвачен американскими войсками, которым служат военно-фашистские марионетки, что южнокорейские власти не пользуются никакой поддержкой в мире, что это международная сирота, изолированная в стране и за рубежом. Хиньянский режим самодостаточен. Социалистическая форма удачно легла на национальные традиции. В КНДР есть монарх, двор, придворные и рабы. Общее число входящих в номенклатуру вместе с семьями составляет около миллиона человек. Если южные корейцы придут на север как победители, то всех высокопоставленных северных корейцев обвинят в совершении различных преступлений и поставят к стенке. Память о войне еще не исчезла. Еще у власти те, кто участвовал в войне, кто стрелял. А умение прощать здесь не самая распространенная черта. Поэтому в Пхеньяне понимают, что лучше держаться до последнего. Правительство Южной Кореи не желает поглощения севера. В Сеуле не хотят платить ту цену, которую западная Германия заплатила за поглощение восточной. В Сеуле хотели бы гладкого, контролируемого воссоединения, когда Югу не пришлось бы брать на себя решение всех экономических и социальных проблем севера. В Сеуле мечтают о постепенных преобразованиях на севере, что открыло бы дорогу к воссоединению. Поэтому пытаются как-то включить Северную Корею в нормальную жизнь, но пока безуспешно. Северная Корея Северная Корея В Южной Корее давно составлены планы будущего воссоединения. Подсчитаны прибыли и убытки. Убытки кажутся грандиозными. Югу придется вложить в Север сотни миллиардов долларов. Но эти деньги быстро вернутся. Если Южная Корея разрушенная войной, не имеющая никаких природных ресурсов и собственного промышленного производства, сумела стать мощной индустриальной державой, то чего же ожидать от единой Кореи, в которую вольются еще два с половиной десятка миллионов людей, умеющих крепко вкалывать, и принесут с собой природные ископаемые, которые есть на Севере. Сейчас Южная Корея представляет собой остров, отрезанный от внешнего мира. Единая Корея окажется в выгодном геополитическом положении, удобном для широкой торговли с Китаем и Россией, для участия в разработке ресурсов Сибири и Маньчжури. Объединенная Корея по количеству населения и территории будет сравнимо с любой европейской державой и быстро станет заметной в мировой политике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несут с собой природные ископаемые, которые есть на севере. Сейчас Южная Корея представляет собой остров, отрезанный от внешнего мира. Единая Корея окажется в выгодном геополитическом положении, удобном для широкой торговли с Китаем и Россией, для участия в разработке ресурсов Сибири и Маньчжури. Объединенная Корея по количеству населения и территории будет сравнима с любой европейской державой и быстро станет заметной в мировой политики. Продолжение следует...